Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Четыре года спустя. Наводнение нанесло большой урон в Мараше. Пассажирский поезд в Антибрис будет запущен. Почему неправильно применено понятие меньшинство? Мера пресечения Самвела Бабаяна изменена. Он будет отпущен. Турция и Соединенные Штаты наконец пришли к соглашению с сирийским вопросом по Манбиджу. Эрдоган предложил Путину совместное производство ракетных систем С-500. 15 июня. День победы сил армянской самообороны. Армян всего мира, наших друзей и коллег мы поздравляем с этим днем. Вместе с сирийской армией силы армянской самообороны освободили Кесаб 15 июня 2014 года. Этот день в истории считается как день победы сил армянской самообороны, армян Западной Армении и Киликии. Напомним, что постановление об образовании силы армянской самообороны армян Западной Армении было подписано президентом Национального собрания Западной Армении Арменаком Абрамяном 26 декабря 2012 года. А затем 24 апреля 2014 года в сирийском городе Латакия было подписано постановление о создании отряда с целью участия в освобождении Кесаба. Сегодня президент Арменак Абрамян переклоняется перед героями-добровольцами Кесаба, Вартаном Андрианом, Цару Папуджаном и всеми бойцами. Память о них останется яркой в сердцах и умах людей также армянского народа, которые находятся в борьбе за осуществление защиты всех прав армян и Западной Армении. Во время сильных наводнений, которые образовались в результате проливных дождей, погибли трое человек. Об этом сообщает турецкий сайт demokrataber.org. Источник отмечает, что мать и ее двое детей, чей дом оказался частично ниже уровня земли, утонули, когда вода полностью затопила помещение. Известно, что одному ребенку было 4 года, другому 10 лет. Отмечается, что наводнение нанесло большой урон в центре Мараша, наполнив водой многие живые дома, первые этажи офисов и магазинов. А вчера 17-летний и 15-летний подросток скончался от наводнений в одной из деревень Муша. Пассажирский поезд в Антибриз будет запущен 18 июня. Об этом сообщил в карте министр транспорта и коммуникации Турции Амет Арслан. Иран и Турция всегда осуществляли грузовые перевозки, но возможности наличия пассажирского поезда не было. Мы запустим поезд в Антибриз, который не действовал около трех лет, отметил Арслан. По словам министра, первый поезд будет запущен 18 июня из Тибриза, а 19 июня из Вана. Он будет работать два раза в неделю. Турецкий депутат Кару Пайлян также принял участие в конференции с лозунгом «Настоящее положение Турции и нарушение прав человека», состоявшееся в Париже. В течение 30 лет понятие «меньшинство» использовалось неправильно. В книге «Армянское национальное демократическое движение» и «Геноцид армян 1915 года» есть глава под названием «Критика термина меньшинства». Понятие «меньшинство» категорически неверно. От того, какое количество людей, их права не могут быть уменьшены или увеличены. Меньшинство относится к этническим, культурным или религиозным группам, которые не являются коренными народами данной страны или же которые лишены изгнания. Меньшинство наряду с терминами «чужой», «другой», «исчезающий вид» также используется в группах, права которых ограничены. Именно поэтому турецкая государственная идеология регулярно представляла армян, греков и ассирийцев в качестве немусульманского меньшинства. Таким образом, они были представлены общественности в качестве чужих. Между тем, ни греки, ни армяне, ни ассирийцы не являются чужими в этом регионе. Они являются этническими народами данной территории. До захвата турками этих территорий этнические народы сохраняли свою цивилизацию в Малой Азии и Месопотамии. В таком случае следовать турецким официальным тезисам и государственным идеологиям означает идти по их течению. Жаль, что интеллектуалы, являющиеся представителями меньшинств, также используют эту неправильную фразу. Кассационный суд Республики Армения по делу бывшего министра обороны Арцаха Самвелла Бабаяна на заседании опубликовал решение по жалобе его адвоката. Кассационный суд отклонил решение апелляционного суда, оставив дело Самвелла Бабаяна и остальных без изменений, отправив дело на новое расследование. Кассация также решила изменить меру пресечения Бабаяна и освободить его с учетом гарантии депутатов. Санасар Габриэлян также был освобожден из-под стражи. Отметим, что Самвелл Бабаян был признан виновным по части 2 статьи 38 по 235 из статьи 190 по части 1 Уголовного кодекса Республики Армения и приговорен к 6 годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, транспортировке и хранении боеприпасов «Игла» переносного зенитного ракетного комплекса. В сирийском Мамбидже турецко-американская рабочая группа, работающая над совместным планом действий, пришли к окончательному соглашению по вопросу о дорожной карте и пришли к соглашению о направлении документов в высшие государственные органы двух стран. Такое заявление опубликовал официальный сайт турецких вооруженных сил. Известно, что соглашение было достигнуто во время встреч в Германии 12 и 13 июня, в котором участвовали высокопоставленные американские и турецкие военные. Отмечается, что глава турецких вооруженных сил и командующий союзными войсками НАТО также провели отдельный телефонный разговор по этому вопросу. Напомним, что ранее в Вашингтоне гость секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мэвлют Чавушуглу подтвердили дорожную карту о ситуации в сирийском городе Мамбидж. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину совместное производство зенитно-ракетного комплекса С-500. Об этом сообщило агентство Анадолу. По словам источника, Анкара предпринимает шаги по развитию собственной оборонной промышленности. Запад отказывается продавать нам системы обороны. Турция получила отрицательный ответ на совместное производственное предложение, отметил Эрдоган. В то же время Эрдоган считает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не имеет права вмешиваться в вопрос российско-турецкого соглашения по С-400. На сегодня у нас все. Далее мы представим Вашему вниманию Марты Киерк в исполнении Эмиля Павусяна. Вашему вниманию Марты Киерк в исполнении Эмиля Павусяна. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok